Основной функционал электронного журнала, он бесплатен. Родитель может в любой момент времени открыть сайт, зайти в свою учетную запись, увидеть отметки, домашние задания. Родители школьников смогут следить за успеваемостью своих детей через интернет. Это незначимое событие, потому что именно в этом зале очень много тренажеров, очень много мешков для занятий именно видом спорта бокс. В Труханском районе открыли Центр развития физической культуры и спорта. Вот такого размера, я думаю, его зовут Люся. Это девочка. Он очень добрый, забавный и смешной. Каждый воспитанник Зеленогорской школы искусств смастерил своего ангела. Сейчас полки в учительской школе номер 6, где раньше стояли классные журналы, пустуют. На их местах несколько методичек и других брошюр. А все дело в том, что привычные бумажные документы заменили электронными. В 2012 году правительство Российской Федерации и Министерство образования отдало рекомендацию школу о внедрении электронных журналов. Это был совет, рекомендация. И в ряде школ приблизительно в 2011, 2012, 2013 году работа по внедрению электронного журнала уже начала вестись. В 2013 году несколько классов 6-й школы перелили на электронные журналы и дневники. Запуск пилотного проекта оказался успешным. Мы прошли этот путь до самого конца. У нас были многочисленные консультации с юристами, со специалистами, проверяющими органами, с управлением образования. И, изменив свою нормативную базу, мы смогли уже в сентябре 2015 года полностью перейти на электронный журнал. Теперь учитель выставляет оценки, записывает темы занятий и домашние задания, прикрепляет файлы с учебными планами, расписанием уроков, используя компьютер. Это экономит время и упрощает работу. Таким опытом ачинские педагоги поделились на Сибирском образовательном форуме и с удивлением узнали, что их инициатива оказалась передовой не только для Ачинской, но и для всего Красноярского края. Теперь эта система внедряется во всех городских школах. Уверена, пользуются электронными журналами и дневниками 11 из них. Елена Леушина, несмотря на свою далекую от информатики специальность, с удовольствием приняла новшество. Гуманитарии тоже должны уметь приспосабливаться к современному времени, несмотря на другой склад мышления. Приспособились достаточно быстро. Система электронных классных журналов помогает и родителям. Узнать об оценках ребенка, домашних заданиях и даже его поведении можно просто заглянув на персональную страницу. Основной функционал электронного журнала, он бесплатен. Родитель может в любой момент времени открыть сайт, зайти в свою учетную запись, увидеть отметки, домашние задания, комментарии к отметкам. Если есть замечания, ну при хорошем раскладе замечаний-то и не бывает, прочитать сообщения, написать сообщения любому из учителей, которые работают в классе его ребенка, либо администрации школы, либо специалистам, психологу, библиотекарю, тем, кто зарегистрирован в системе, видеть объявления с изменениями. То есть это все абсолютно штатно, абсолютно бесплатно и родители любят этим пользоваться. Дополнительные функции, смс-оповещения платные, но зато находясь даже за пределами города, родители сразу узнают об успехах или промахах любимого чада. Кстати, ученики тоже не имеют ничего против такого контроля. Наоборот, видят плюсы в работе электронной системы. В любое время можно посмотреть свои оценки, ну если нужно исправить их. Если ты заболел, то можно зайти и посмотреть то, что тебе задали, то, что ты пропустил, какие темы. Прилежно ученика может расстроить только маленький пустяк. Я забыла пароль, поэтому пришлось восстанавливать. А еще электронный классный журнал заметно облегчает рутинную работу педагогов по составлению отчетности. Набрать отчет, отправить его заучу по электронному журналу. Это проще и удобнее. Минусы электронных документов в том, что ни подделать, ни потерять их уже не получится. Не стоит бояться и взлома системы. Ее тестировали опытные специалисты, нанятые разработчиками именно для этой цели. Увы, ничего не вышло. Чуть более года назад на этом месте был только заболоченный пустырь, поросший тольником и рогозом. А сегодня бывшая окраина Енисейска имеет все шансы стать его спортивным центром. За считанные месяцы здесь появился современный, отвечающий самым высоким требованиям, физкультурно-спортивный комплекс. В нем располагается сразу четыре зала – тренажерный, вольной борьбы, аэробики и самый большой – для занятия игровыми видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, гандбол и мини-футбол. На возведение этого комплекса из краевой казны было выделено более 170 миллионов рублей. Но зато теперь енисейские спортсмены могут принимать у себя турниры и соревнования самого высокого уровня. Несколько лет назад мы были большими исключениями того, что такое чудо в Вольной Енисейске может случиться. Можно по-разному расценивать и оценивать то, что сегодня сделано. Кто-то говорит, что нужно еще построить в Вольной Енисейске плавательный бассейн, кто-то говорит, что нужно построить еще и ледовый, вводя спортивный комплекс. Я уверен, что в городе Енисейске все это будет, но мы, все здесь присутствующие, начали осваивать этот бой. У нас в городе Енисейске появился замечательный универсальный спортивный комплекс. На торжественную церемонию открытия этого комплекса приехал и руководитель нашего региона Виктор Толоконский. По его мнению, наличие такого современного сооружения создает все условия для качественного нового этапа в развитии спорта на нашей территории. Я очень рад, что мы сегодня открываем этот замечательный спортивный комплекс. Комплекс, который позволит очень серьезно, основательно укрепить спортивные традиции Енисейска, Енисейского района. Они у вас славные. Я знаю, что Енисейск готовит чемпионов. Енисейск имеет очень хорошие тренерские кадры. Поэтому я желаю Енисейску спортивных побед. Желаю всем, кто будет здесь заниматься, побед над собой. Побед, которые делают нас сильнее в жизни. В добрый год. Я вас поздравляю. С мнением губернатора края согласен и ветеран спорта Борис Федоров. Я когда присутствовал на открытии, я видел радость у многих. Особенно мне понравилось, что много молодежи, которые пришли в этот день и посмотрели с удовольствием. А ветераны, которые были, присутствовали здесь, в зале, некоторые даже слезы были на глазах, потому что они такое и никогда не думали, что может быть в Енисейске когда-то будет. Приятно отметить, что новый физкультурно-спортивный комплекс появился в нашем городе в преддверии двух больших событий. Студенческой универсиады и 400-го дня рождения города. Поэтому горожане решили назвать новый спортивный объект юбилейный. В Труханском районе открыли Центр развития физической культуры и спорта. Администрация района выделила пустующее здание, в котором была проведена реконструкция. Капитальный ремонт помещения стартовал летом 2016 года. За это время рабочие обновили систему отопления, смонтировали вентиляционное оборудование, провели внутреннюю отделку помещения. Спортивный центр представляет собой одноэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров. В нем уже есть зал бокса с профессиональным рингом и боксерскими снарядами. Эта инициатива переросла в обсуждение. Далее было принято решение. И, конечно же, на сегодняшний день можно сказать, что это решение было достаточно удачным. Потому что то, что у нас получилось, будет востребовано как среди молодого поколения, так и среди взрослых жителей Туруханска. Но это не окончание. Это только начало по новому этапу развития спортивных секций и спортивного направления в нашем районе. Секция бокса в Туруханском районе существует более 30 лет. За это время опытные тренеры воспитали не один десяток спортсменов, которые достойно представляют район на соревнованиях различных уровней. Это назначимое событие, потому что именно в этом зале очень много тренажеров, очень много мешков для занятия именно видом спорта бокс. Я хочу сказать, что не во многих залах есть такое оборудование, чтобы заняться именно профессионально, заняться видом спорта бокс. И что еще могу добавить? Все для этого есть. Это очень важное событие для каждого спортсмена. В ближайшее будущее запустить оставшуюся часть центра. Сегодня мы открыли зал бокса, после чего открываем тренажерный зал, а на будущее у нас женский тренажерный зал и тир для развития центра ГТО, для тестирования. Заниматься в центре могут не только воспитанники секции бокса, но и все желающие. В центре также планируют проводить соревнования и спортивные мероприятия. Решением Турханского района Совета депутатов Центру развития физической культуры и спорта присвоили имя тренера по боксу Романа Федоровича Давыдова, который трагически погиб в прошлом году. Именно он был инициатором строительства спортивного комплекса. Считается, что ангел-хранитель есть у каждого из нас. В нужную минуту он оберегает нас от неверного шага и иногда, напротив, очень настойчиво ведет по пути реализации своих возможностей. Ангел – очень светлый образ, символ добра и покоя. В художественной школе целый город ангелов. И у каждого учащегося теперь есть свой оберег. Арт-объект на втором этаже школы называют не иначе, как сказкой. Это рождественская фантазия, которая объединила детей и преподавателей и позволила выйти за рамки образовательной программы. Персонажек с крыльями. Каждый воплотил свое представление о чуде. Существо, которое тебя оберегает и хранит. Ну, человек с крыльями. В аварию попали и все было как бы нормально. Ситуация такая стрессовая. Ну и все хорошо обошлось. Вот такого размера. Я думаю, его зовут Люся. Это девочка. Он очень добрый, забавный и смешной. Всегда будет оберегать меня и будет всегда рядом со мной. Мой ангел немножко выше меня ростом. Он очень красивый. Я думаю, что каждый день он меня водит в школу. Даже если меня папа отвозит, он всегда рядом со мной. В городе Ангелов личная коллекция директора школы. Вязаные, керамические, из бумаги и ткани. Все фигурки неизменно веселые и светлые. Он сделан, грубо говоря, из туалетной бумаги, способом папье-маше и покрашен вот золотой такой краской. Истелесное вот это существо, о котором говорят все, существует оно или нет, это существо, оно несет начало твоего настроения. И вот для того, чтобы настроение было хорошим, хочется улыбчивых, шкодных, может быть, видеть ангелов, ну и, естественно, несущих начало доброе. Город ангелов продлил настроение Рождества. В художественной школе побывали настоятель храма преподобного Серафима Заровского, отец Петр и фольклорный ансамбль русичи. Дети из воскресной школы прочли стихи. Рождества.